Всем привет, уважаемые! Сегодня мы рассмотрим один из возможных вариантов развития сюжета такой игры как This War is Mine. Как вы наверняка знаете, это детище 11-bit studios, но если не знаете, то это польская студия, основанная в 2009 году бывшими сотрудниками игровых компаний CD Projekt и Metropolis Software. Суть самой игры заключается в том, что мирные жители пытаются выжить в городе, охваченном гражданской войной. Главным словом в этом предложении будет именно пытаются. За основу были взяты реальные события осады Сараева, если вкратце, то это осада столицы Боснии и Герцеговины, длившиеся на протяжении четырех лет. Не менее интересным фактом является то, что персонажи в этой игре списаны из реальных людей, друзей и знакомых разработчиков. А теперь я приглашаю вас знакомиться с одной из историй, произошедших в городе Погорень. Когда началась гражданская война, многие говорили, что она закончится через пару недель. Однако прошли годы, прежде чем правительственные войска окружили повстанцев столицы и отрезали все линии их снабжения. Мирные жители окруженного города гибнут от голода, болезней и постоянных артобстрелов. Меня зовут Бруно, я познакомился с Павлом и Катей еще до войны. В те времена, которые сейчас кажутся нереальными, я был ведущим собственного кулинарного телешоу, Павла же звездой местной футбольной команды. А Катя как раз брала у него интервью, так как работала журналисткой. Но это было давно, теперь судьба свела нас в совершенно других обстоятельствах. Мы были вынуждены выживать в полуразрушенном доме и заниматься поисками еды, медикаментов и других предметов для выживания. Наше убежище, как и большинство других строений в городе, зацепило бомбежкой. Где-то в правом крыле здания все еще тлели угли после пожара, а по всему зданию располагались завалы, которые нужно разобрать как можно скорее. Возможно, в процессе наведения порядка получится найти что-то, что осталось от прежних жителей и поможет нам пережить войну. Нам повезло, Кате удалось отыскать немного еды и драгоценностей. Скорее всего, их получится обменять в дальнейшем на что-то более нужное в нашей ситуации. Тем временем уже приближалась ночь и нужно было отправиться в город для поисков припасов. Так как Павла был лучше всех нас физически подготовлен, эта обязанность пала на него. Недалеко от нашего убежища располагался заброшенный дом. Раньше там проживала забригадировавшаяся семья, но грабители все равно сумели туда вломиться. На месте становится понятно, что грабители, судя по всему, спешили и не успели вынести все полезное. В кухне висела семейная фотография, а на ней изображены родители и двое дочерей. Также Павлу удалось найти записку, в которой говорилось «В первый день нас ограбили. Два дня спустя они убили наших девочек. Я перестрелял их всех, но я больше не хочу брать в руки пистолет. Я сломал его и закопал в саду». Следующая часть записки написана дрожащей рукой. Если кто-нибудь читает это, не ищите меня. Там же на втором этаже была закрытая дверь, но через замочную скважину не получилось разглядеть что там, поэтому содержимое комнаты осталось загадкой. Как и говорилось в записке, в саду удалось найти закопанный сломанный пистолет, а в доме немного провианта и еще немного полезных предметов. Рано утром я услышал, что кто-то открывает входную дверь и громкие шаги. Но потом раздался восторженный голос Павла «Ребята, посмотрите на эти вещи, вот бы так каждую ночь». И все-таки, мне посчастливилось найти место для выживания с такими ребятами. Я могу находиться в укрытии и не подвергать свою жизнь опасности и заниматься тем, что я действительно могу – это готовить пищу. После бессонной ночи и охраны убежища, моя простуда так и не прошла. Возможно, стоит поискать лекарства или просто хорошо отдохнуть. Но где? У нас даже нет нормальных спальных мест. Возможно, стоит предложить ребятам соорудить хотя бы подобие настоящих кроватей. И конечно же, нам нужна плита для приготовления пищи. Пока я занимался ремонтом плиты, ребята соорудили два спальных места из старых матрасов и строительных поддонов. Катя во время разбора завала в подвале обнаружила и работающее радио. Теперь мы сможем хотя бы немного забыть об ужасах, которые происходят вокруг и послушать музыку. Ну и конечно же у нас появится возможность узнать актуальные новости о том, что происходит в оккупированном городе. Я приготовил из принесенного Павла Провианта еду. Пару дней нам не придется голодать, а потом снова нужно будет выходить в город на вылазку, чтобы отыскать пищу. Ночью нас ждал неприятный сюрприз. Кто-то пытался грабить нас. Они были не слишком решительно настроены, поэтому они смогли нанести лишь немного вреда. Как жаль, что у нас не было оружия. Катя получила ранение, но грабителям не удалось ничего унести. Слава богу, что и остался невредим. В нашей аптечке была пара бинтов и мы оказали ей первую помощь. Это лучше, чем ничего. Все сильно устали без нормального сна и более-менее съедобная пища была на исходе. Как вдруг раздался стук. Кто-то был за дверью. Это оказался мужчина по имени Франко. Он занимался тем, что ходил по городу и обменивал одни предметы на другие. И Катя начала торговаться и обменивать найденные драгоценности на предметы первой необходимости. Было приобретено немного еды, чистая вода и отмычки на случай закрытых дверей при ночных вылазках за провизией. Я посоветовал всем пойти отдыхать, а сам занялся приготовлением пищи. Этой ночью все остались в убежище отдыхать. Я же охранял жилище от проникновения грабителей. Благодаря полноценному отдыху, мои товарищи этим утром были полны энергии и идей по улучшению нашего быта. А вот уже во время завтрака Катя поделилась с нами о своих переживаниях. Она говорит, что выросла в этом городе, но поехала учиться на работу за границу и там же нашла работу. Так и было много лет, пока неприятности не вылились в войну. Ее отправили написать о ней, чему она была рада. Но даже если бы этого не случилось, она сама бы вызвалась добровольцем. Уж сильно ей хотелось узнать, как дела у родителей. Но было уже слишком поздно. Когда она приехала, ее дом был разрушен, а родители исчезли. И самое сильное, чего она хочет, это разыскать своих родителей и просто обнять их. Этим же днем кто-то стучался в дверь, просил о помощи. Это оказались дети. Мы и так сводим концы с концами. О какой помощи может идти речь, подумал я. И просто проигнорировал их приход. Слава богу, что остальные работали в другой части дома, а также громко играла музыка по радио. И они не могли слышать стука, и что кто-то приходил. Прошло несколько дней. Вылазки проходили спокойно, серьезных нападений ночью не происходило. Мы обзавелись слесарным станком для производства простейших предметов и просто ремонта. Все шло стабильно. Нам удавалось выживать без особых проблем. По радио не сообщали ничего хорошего. Блокада продолжается. Гуманитарной помощи нет. Погорель испытывает острую нехватку жизненно важных продуктов, в связи с чем с улиц пропали почти все животные. Нужно учитывать это при покупке мяса из сомнительных источников. Я же всегда хочу курить. Постоянная нехватка сигарет меня доконает. Радует только одно, что сохраняется теплая и мягкая погода. Не приходится думать об обогреве. Одной проблемой меньше. Чтобы хоть как-то защищаться, на слесарном станке я соорудил пару ножей из подручных материалов. Самое простое оружие, доступное в нашем положении. Мы начали испытывать серьезную нехватку пищи. Павло должен был сегодня найти нам пропитание, иначе у нас не останется сил, чтобы делать вылазки, а даже защищать себя, и он это понимал. В паре кварталов от нас располагался супермаркет. Люди до сих пор наведываются туда за провизией, но посещение подобного места вряд ли может быть безопасным. Поэтому наш добычек берет с собой изготовленный мной нож. Павла не было дольше, чем обычно, а когда он пришел, просто уселся на стул и долго молчал. На нем были следы крови. Его крови. Мы не могли решиться что-либо спросить у него, но он сам прервал молчание словами, когда все это дерьмо закончится, я больше ни одной смерти на душу не возьму. А после он поделился с нами произошедшим, как он пришел в супермаркет, столкнулся с вооруженным человеком с автоматом, как ему удалось его обезвредить с помощью ножа, а потом, потом там были еще два человека, тоже вооруженных. Но с автоматом и элементом неожиданности не было проблем одолеть их. Также он рассказал, как некоторые из людей просили, умоляли их не убивать, но назад пути уже не было. Его рюкзак был полон еды, лекарств и оружия. Катю очень опечалила эта ситуация. Бедный Павло, он должно быть ужасно себя чувствует. Поделилась она со мной своими мыслями. Павло же находился в депрессии из-за того, что ему пришлось убить кого-то впервые в жизни, и его душевные раны оказались куда сильнее физических. Но все обошлось достаточно хорошо на этот раз, по крайней мере он жив. Что касается меня, то что происходит в городе во время вылазок меня не касается, если они возвращаются с провизией. Пока Катя и Павло обсуждали сложившуюся ситуацию, я соорудил коллектор для сбора дождевой воды, чтобы хоть как-то улучшить наше положение. Этой ночью за припасами отправилась Екатерина, в тот самый супермаркет, который все еще был полон полезных предметов, и все еще безлюден, каким он стал прошлой ночью. Как и предполагалось, все прошло гладко. Этим же утром по радио мы услышали, со слов представителя повстанцев, что некоторые районы могут стать недоступными для гражданских лиц, поскольку правительственные войска планируют штурмовать город, надеясь завершить боевые действия до начала международного вмешательства. Немногим позже к нам снова пожаловали гости. Это был не торговец, который зачастил к нам наведываться, а наш сосед. По крайней мере он так представился и сообщил о том, что неподалеку есть некий дом, чьи владельцы давно сбежали из города, когда это еще было возможно, и хочет, чтобы мы помогли ему попасть внутрь. Возможно, там найдется что-либо ценное. Катя, все еще беспокоясь о здоровье Павлу, выдалась помочь и ушла вместе с этим мужчиной по имени Войт. Пока Павло отдыхал, я принялся снова за улучшение нашего жилища, соорудив некое подобие самогонного аппарата. Возможно, это поможет кому-либо из нас или будет полезным при обмене товаров, ведь алкоголь и сигареты в подобных жизненных ситуациях являются неплохой альтернативой деньгам. Так как мы остались с Павлом вдвоем, я остался охранять жилище. На соседней улице от нас располагался старый дом, принадлежавший пожилой семье и их сыну. Они остались там и каким-то образом умудрялись отбиваться от грабителей. Вероятно, у них есть припасы, в том числе еда и медикаменты, но просто так никто делиться с нами не будет, поэтому придется украсть или забрать силой. Туда и направился Павло. Приблизившись к двери заднего хода, будет больше возможности проникнуть в дом незаметно, но за дверью черного входа оказались завалы и пришлось пробираться через балкон второго этажа. Павло удалось добраться до холодильника на втором этаже и закрытого на ключ шкафа на третьем, в котором находилась сломанная гитара. Возможно, музыка могла бы скрасить наше свободное время. Когда рюкзак уже был полон, присутствие Павла было замечено самым пожилым членом семьи. Пришлось как можно скорее покинуть дом. Утром все оказались дома. Ребята принесли гору продуктов. Голодать нам в ближайшее время не придется, но у этого была и другая сторона медали. Все были ужасно измотаны и устали. Тут и пошло на пользу создание самогонного аппарата. Катя с большим удовольствием выпила пару стаканчиков и завалилась спать. И я тоже позволил себе прилечь. Ночью наш главный добытчик отправился в городскую больницу, пережившую несколько обстрелов. В одном ее крыле врачи все еще принимали пациентов, спасая им жизни. Конечно же, там находилась вооруженная охрана, врачи и множество пациентов. Собрав все, что плохо лежит и потратив на это больше времени, чем обычно, Павла отправился обратно, когда уже на улице было светло. Вернуться в такое светлое время будет сложнее, чем ночью. Катя проснулась после вчерашнего пьяного состояния, бодрая и веселая. А когда вернулся Павла, и она узнала о том, что ему пришлось красть в больнице, снова стала печальной и постоянно причитала. Неужели нельзя по-другому? Разве обязательно было грабить больницу? Чем вгоняла Павла в еще большую депрессию из-за этого факта? Мне пришлось поговорить с ним и отправить его выпить пару рюмок самогона и отправиться спать. Впервые за несколько дней мне удалось спокойно выспаться и утром все шло своим чередом. Никто больше не хотел вспоминать произошедшее. Днем пришла некая Зора, сказала, что живет неподалеку с дочерью и рассказала о мародерах, которые грабят дома и насилуют женщин. Она боится, что они могут проникнуть к ней через окна и просит ей помочь их заколотить. Так как ее мужа забрали повстанцы в первый год войны и он до сих пор не вернулся, они остались совсем одни. Но я уговорил всех остаться, потому что их уход бы меня расстроил, ведь у нас здесь свои проблемы. Хотя ребята и согласились со мной, но в душе они корили себя за то, что оставили беспомощную женщину одну. От странствующего торговца мы как-то узнали о наличии крупного склада магазина, но есть одно но. Там орудует банда вооруженных бандитов. Если пробраться туда незаметно, можно найти немало полезных вещей. Павла взял с собой автомат и отреку отправился на склад. Настало утро, обед, но Павла так и не вернулся, а это могло значить лишь одно. Его убили бандиты, он погиб добывая провизию. Катю эта новость повергла в ужас, депрессию. Мне пришлось приводить ее в чувство словами. Чтобы нам выжить, мне нужна твоя помощь, сам я не справлюсь. Или чтобы она перестала рыдать и взяла себя в руки. Она не хотела меня слушать, но согласилась ночью отправиться на добычу припасов. А я был рад, что эта участь постигла не меня. Я должен быть осторожнее и по возможности не выходить из убежища. Катя отправилась в жилой массив, который остался практически нетронутым. Это тихий район, застроенный небольшими домами, с крылечками и садами. В большинстве домов до сих пор живут люди, пытающиеся вести нормальную жизнь. Если не воровать, то делать там нечего. Катя забрела в один из домов, где проживала пожилая пара, мужчина с больной супругой, который ходил за Катей по пятам и просил оставить им хотя бы что-то и не трогать его жену. Но под влиянием стресса от смерти Павла, она как будто отстранилась от внешнего мира, собрала полный рюкзак и убежала. Вернувшись, она уселась на стул полной усталости и, раздавленная горем, начала рыдать. Теперь мы все безжалостные грабители. Несколько дней Катя была в состоянии полного отчаяния. Она сутками просто лежала и рыдала, больше ничего не делая. Никакие разговоры с ней не могли облегчить ее страдания. Я даже рассказал ей о своей близкой подруге, очень беспокойной личности. Как она однажды позвонила мне в ужасе и сказала, что началось восстание. Сепаратисты подстрекали толпу поджечь мэрию. Тогда я сказал ей не беспокоиться и был прав. Ничего страшного не случилось в тот раз, но даже когда беспорядки и стрельба стали повседневным явлением, я уверял ее, что все скоро кончится. Но даже мои откровения не возымели эффекта и в итоге я оставил ее одну и занялся чем-то полезным. Например, сконструировал клетку для поимки крыс и установил ее. В какой-то из дней в дверь постучали. Это оказался Ники Кристо и его дочь Искра. Он поделился, что они жили в подвале своего дома последние пару месяцев, но солдаты заставили их его покинуть. Спрашивают напрямую, могут ли они остаться с нами. Кристо обещает оказывать всю возможную помощь и поддержку. Так как вдвоем выживать слишком сложно, Кристо начинает жить вместе с нами. Хочу подметить именно от себя, что почему-то как только было принято согласие на его заселение, его дочь куда-то пропала. Весьма удобный баг получился на самом деле. Я был рад появлению Кристо. Теперь будет кому помимо Кати отправляться добывать провиант. Тем более когда повстанцы начали ожесточенные бои с правительственными войсками по всему городу. Некоторые районы полностью отрезаны, а в других идут интенсивные боевые действия. По крайней мере так сообщают по радио. В первую ночь так и случилось. Он отправился в роскошную гостиницу, которой раньше владело агентство по Гарель Тревел. Владельцы сбежали из города прямо перед началом осады вместе с иностранными журналистами. Но там уже кто-то поселился, так что Кристо придется быть осторожным. Оказалось, что те люди, поселившиеся в гостинице, не были настроены враждебно и им удалось украсть некоторое количество полезных предметов и еды. Катя даже как-то ему сказала, что если мы выживем, он будет нашим спасителем. С каждым днем все как будто бы налаживалось. Катя постепенно приходила в себя, все полноценно отдыхали. Производимый алкоголь получалось обменять на необходимые нам товары. К тому же и крысоловка иногда приносила свои плоды. Особо избирательными быть в нашем положении не приходилось. В очередной обычный день снова пришел Войт, тот мужчина, которому помогала Катя. И предлагает снова действовать сообща, надеется, что мы не откажем ему и в этот раз. Он знает одну богатую семью, которая сумела запастись провизией до начала войны. Но они эгоистично не делятся ни с кем и предлагают нанести им визит. Я вызываюсь оказать ему помощь и мы уходим. Все прошло успешно. Я вернулся в убежище с мясом и чистой водой. Кристо тоже не сидел без дела, совершив удачную вылазку. Один день был похож на другой и в один из таких дней по радио сообщили, что из-за тяжелых потерь военные отступили на прежние позиции и восстановили стратегию по уклонению от прямой конфронтации. А это значило, что теперь можно попасть в недоступные ранее места в городе. Стала доступна дорога, ведущая к церкви Святой Марии, но она была разбомблена, как и большинство других зданий в городе. Я был ранен во время последнего нападения на наше жилище, поэтому был не в состоянии отправиться на поиски провизии. Кристо тоже чувствовал себя немногим лучше меня от постоянных ночных вылазок. И Катя решила мигом сгонять в церковь Святой Марии, прихватив с собой лопату для расчистки возможных завалов после бомбежки. Пока мы отдыхали, Катя, исследовав церковь, наткнулась на бандита и хотела незаметно оглушить его лопатой, но у нее не вышло и ее пристрелили. Но этого мы еще тогда не знали. Кристо, не задумываясь, отправился за ней, вооружившись пистолетом, но он тоже не вернулся. Понимая то, что если с ними что-то случилось, я могу не выжить в одиночку. Я взял единственное оружие, оставшееся у нас, нож. Отправился узнать, что же все-таки случилось. Кровь, увиденная мной у алтаря в церкви, заставила меня задуматься о правильности моих действий. Но я понимал, что если я вернусь один, меня ждет только голодная смерть, а если я доживу до зимы, скорее всего смерть от холода. Бандиты заметили меня раньше, чем я их. Они явно знали, зачем я пришел с ножом в руках и не стали медлить. И я не успел вовремя скрыться, пуля настигла меня. Боли не было, просто тело начало плохо меня слушаться. Я успел добраться до спуска в подвал, соскочил по лестнице вниз, решил на секунду поднять взгляд, но увидел лишь яркую вспышку света. Давайте подытожим судьбы наших героев. К сожалению, Павла умер. Вернется ли его семья в Погорель, чтобы навестить его могилу? Или это будет слишком болезненным напоминанием о том, что они прошли? Катя так и не нашла своих родителей, но в один прекрасный день они нашли ее могилу, а в ней и ее военный дневник. Они опубликовали его без изменений, он стал бестселлером. Кристо умер во время осады Погорени, оставив дочку только с мамой и бабушкой. Она будет всегда скучать по нему. Несмотря на все предпринятые Бруно усилия, он не смог пережить войну. Судьба его подруги, о которой он волновался, так и осталась неизвестной. Ну и как всегда, я попрошу вас подписаться на канал, поставить лайк и оставить свое мнение об этой игре и о моем видеоролике в комментариях. С вами был Инсекторат и до встречи в следующем видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова